Одно то, как он начал отвечать на вопрос про меня, с какого-то неадекватного, идиотского смеха, затяжного. Уже этого было на самом деле достаточно, он мог дальше ничего не говорить. Так, по поводу этого эфира Кадыровского. Сначала думал сделать по нему какое-то разъяснение, но потом посмотрел все, что написано в прессе, и понял, что там без меня уже, в принципе, все разобрали, и очень грамотно расслабили там все акценты, и далее обратили внимание на его противоречия, где он сначала говорит, что я там никто и ничего из себя не представляю, а потом у него вдруг я становлюсь агентом всех спецслужб западных, и за мной стоят там чуть ли и МИ-6, и ЦРУ, и, в общем, уже непростой человек, да, уже такая серьезная такая фигура. В общем, не поймешь, что там в голове у Кадырова, как я уже неоднократно это отмечал, очень сложно понять, что в голове у этого человека происходит. И сегодня почитал одну статью, которую написала еще Анна Политковская, по-моему, в 2005, кажется, году, или в 2004, или в 2005. И она там это отмечает, она разговаривает с Кадыровым, и она говорит, противоречия, которые есть в этом человеке, их просто невозможно как-то логически понять. То, что он говорит в начале интервью, он опровергает в середине, затем вообще противоположное обоим заявлениям говорит в конце интервью, это человек, которого просто невозможно его логически понять. И это, наверное, как бы понятно, да, почему это невозможно, потому что как-то логически понять абсолютно неадекватного, не интеллектуально неразвитого человека очень сложно. Поэтому очень часто люди пытаются понять логику вот этих вот ротаций кадров, которые производит Кадыров, периодически. Он начинает переводить там в должностях этих своих сторонников, и разные там аналитики, СМИ пытаются понять логику, как он это делает. Но это невозможно понять. Уже, по-моему, пора как-то смириться с тем, что этого понять невозможно. Чем он руководствуется, что происходит в этой его одаренной академической голове, это невозможно понять. Поэтому, когда он говорил обо мне, это тоже, конечно, было в его стиле, опять на уровень оскорблений, там, не она, оно и прочее. Но это как раз вот это его уровень, это его стиль. Я, что бы он там ни говорил, я напоминаю Кадырову, что я готов в любое время выйти с ним на диспут и показать его убогость всем людям в этом мире, продемонстрировать, утереть ему нос. В любое время я готов, поэтому, чем запускать какие-то эфиры и отвечать там, глупо отвечать на вопросы, одно то, как он начал отвечать на вопрос про меня, с какого-то неадекватного идиотского смеха затяжного, уже этого было на самом деле достаточно, он мог дальше ничего не говорить. Чем заниматься вот этой вот ерундой, лучше бы вышел бы на диспут и уже облажался бы окончательно, на этом бы мы закончили. Ну или ты же говоришь, что любым можешь выйти, там, часами ему что-то объяснять. Ну или победил бы меня, объяснил бы мне, доказал бы, какой ты правильный. А я в любое время готов обосновать, что Кадыров является предателем, сыном предателя. И что, как сказал Путин, предатель Родины – это подонок, он сказал. Я полностью в этом согласен с Путиным и в любое время открыт, в общем, для диспута, без вот этой вот, без оскорблений, без ничего. Просто по факту, конкретно, по конкретным моим обвинениям, по конкретным моим высказываниям, я готов это обосновывать и доказать, что я не просто так из ненависти это говорю. Хотя любви, конечно, я к этому персонажу не испытываю. Интересная ситуация с европейскими странами. Они приютили у себя этих псевдобеженцев, которые едут за пособиями и которых на собеседовании даже возраст стесняются спросить. Якобы это оскорбит их. Которые потом плюют на местные законы и устраивают шариак патрули. Но вот чеченцы – это зло, ага. А кто это такие, которые устраивают шариатские патрули? Это кто? Я никогда не встречал в Европе никакие патрули. Да и кто здесь позволит создавать какие-то патрули? О ком ты говоришь? Вообще, в целом, конечно, я с тобой согласен, что псевдобеженцы сюда приезжают и европейские страны, миграционные власти, по крайней мере, в этих странах, они как-то очень расположены к ним. Тут я полностью с тобой согласен. Любой явный кадыровец, явный, который не стесняется этого, сидит и выкладывает посты с ними, какие-то комментарии пишет лесные в их адрес, эти люди, они все здесь легализованы. Они имеют вплоть до гражданств в этих странах, никаких нет с ними проблем, их не депортируют, к ним в дома не врываются местные спецназовцы, не устраивают какие-то обыски, которые сопровождаются погромом. Вот этого всего не происходит. Но зато это все происходит с теми, кто действительно преследуется. Таких людей почему-то к ним относятся с какой-то опаской, им не предоставляют убежища, их депортируют. В общем, эта проблема, конечно, присутствует. Тут с тобой не согласиться невозможно. Ас-саламу алейкум, брат Томсо, за всю несправедливость, которую против тебя и твоей семьи учиняют каферы из Польши и Германии, мы призовем их к ответу, словом и оружием заставим пожалеть. Абу Саля Аш-Шишани, давай ты просто не будешь писать ничего подобного, никого призывать к ответу, тем более оружием, не надо, во-первых. А во-вторых, даже при желании ты никогда не смог бы ничего подобного сделать. Поэтому не пиши глупости, пожалуйста. Никого, ни к чему ты не призовешь. Единственное, к чему мы будем стараться призывать, любые власти, которые нарушают права наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали и букве закона, и духу закона, который установлен в этих странах. Они и сами эти законы приняли, и мы будем их просить, чтобы они были так добры и следовали этим законам. И мы будем это делать исключительно в рамках законодательства в местных странах, не выходя за эти рамки. Это очень важно. Поэтому не пиши подобный вздор, это очень провокационные комментарии. Субтитры подогнал «Симон»